привет хочу показать вам покупки ой какие покупки пустые баночки японской декоративной косметики первым что вам покажу это средство для губ вот такие две помады от канейба меди они мне очень понравились именно финиша когда их тестила в аптеке они мне напомнили очень сильно вот эта линия шоссе-де-макияж только они наверно наверно они дешевле раза в четыре эти помады когда нанесла на губы я поняла что да это очень сильно похоже на шоссе-де-макияж только в отличие от шоссе-де-макияж они не увлажняют губы то есть они просто очень красиво комфортно лежат на губах дает полупрозрачный оттенок есть синий шиммер это очень красиво смотрится помада держится хорошо можно их наслаивать в течение дня если их наслаивать они конечно будут интенсивнее выглядеть интенсивный оттенок получаться и следующие помады от шоссе-де-макияж вот такие помады вот такой вот у них аппликатор неудобный ужасно неудобный когда находишься особенно где-то и ты хочешь достать помаду накраситься это невозможно сделать нужно с собой носить кисть я последнее время так и дело вот такая у меня кисть есть которая закрывается и выкручивается от хакухода видео о кистях оставлю внизу но конечно это неудобно постоянно носить кисть и не у всех есть с собой всегда это кисть поэтому помады неудобны в этом плане сейчас покажу как они выглядят сами оттенки потрясающие гибрид жидкой помады и блеска на каждый день отлично подходят оттенки и они как-то выравнивают текстуру губ у меня нет ни одного такого блеска наверное сравнимы они с блесками от dior fluid stick но все равно они как-то лучше даже лежат по-другому не выравнивать поверхность губ текстуру вот такая вот помада опера эту помаду я заметил когда увидела на них то что она получила премию японскую косметическую я подумала надо попробовать она наслаивается не полупрозрачный такой финиш глянцевый очень хорошо увлажняет губы красиво лежит на губах но в жаркую погоду немножко она течет самое главное этой помады минус то что у нее очень маленький объем и следующий следующая не помада блеск для губ вообще сидит так на губах как будто он приклеен и ощущения такие как будто блеск схватил ваши губы в тиски и очень хорошо держится если я пью если я кушу все равно блеск остается на губах я удивлена вообще такому потому что обычно блеск сразу же смывается он немножко липковат я не поклонница блеска потому что они липки в основном но этот блеск мне очень нравится и вообще все средства для губ средства тональная основа для лица что-то мне очень нравится от этой линии покажу вам средства которые ухаживают за губами и скин показывала вам видео про макияжа покупки пустые баночки но еще раз показываю наверно больше не буду показывать просто в разных форматах формат баночки формат стика они отлично ухаживают за губами они снимают губы буквально за 15 минут конечно можно и на ночь нанести это средство да у вас губ вообще полностью будут восстановленные ровненькие с вас есть какие-то шелушения я их очень люблю не вот такие желтенькие постоянно их покупаю а до этого я пользовалась вот таким средством одессе по-моему я тоже показывала можно нанести на ночь и восстановит губы но за 15 минут не восстановит так как эти средства кстати это была лимитированная серия с диснеем ваза под макияж который матирует т-зону и имеет spf фактор 20 хорошо действительно матирует лицо не сушила кожу это средство белое и густое оно очень хорошо распределяется она становится прозрачным база под тени от can make это очень недорогая косметика в японии несмотря на это база очень хорошо фиксирует тени и тени становится ярче хотя знаете я говорю вам то что несмотря на то что эта база не так дорого стоит вообще вся косметика японская несмотря на ее стоимость она в любом случае будет хорошая в ней не будет каких-то бонусов не будет каких-то увлажняющих компонентов например в этой базе но само средство будет очень хорошего качества на базе прекрасно держатся тени оттенок теней сам становится интенсивнее вот как я нанесла утром до сих пор у меня сохранился тот же оттенок яркие и они не скатались и вообще покупала для того чтобы брать с собой в поездке но попробовав ее однажды я поняла почему ей не пользоваться она реально очень хорошие вот такой клей я выбрасываю это клей для ресничек я профан в наклейке ресничек это мне этот клей очень понравился кисточка тонкая когда я наносила на основание ресничек то мне не нужно было долго ждать для того чтобы клей схватился потому что наносила кисть совсем чуть-чуть и когда я уже приклеивала реснички я не видела нигде этого клея то есть он не растекался настолько хорошо или кисточка работает или само средство можете два в одном в общем не этот клей понравился несмотря на то что я ресничками не пользуюсь но мне с ним было легко работать тональная основа которая прекрасно увлажняет кожу это dhc q10 с spf 25 как я и сказала хорошо увлажняет она прекрасно растушевывается распределяется по лицу нет эффекта перепудренности покрытие можно варьировать от среднего к плотному пудра пудра мне к сожалению не подошла хотя она очень красиво смотрится на кожу у меня почему-то появляется от нее прыщики но пудра очень хорошо смотрится на коже есть мерцающие частички она ложится полупрозрачным слоем слегка матирует кожу то есть это не не сильно амотирование как например с минеральной пудрой лауре мерсье я заметила что это любимая пудра лиза элдридж красиво лежит на коже но именно мне она не подошла румяна вот так они выглядят такие пуфики наносить можно вот так или на руку а потом кистью собрать эту пыль пыль румяна они очень деликатные у них есть шиме который подсвечивает как-то кожу изнутри но когда они заканчиваются сама эта пудра она распределяется по вот этой кайме вот видите даже видно здесь ярче пигмент и поэтому когда я их наносила вот так рук был мне приходилось растушевывать когда они у меня уже заканчивались я откручивала или крышку или наносила сначала на руку а потом на кисть но вообще это очень удобно особенно в поездке кремовые румяна я не забыла достав их я начала им постоянно пользоваться уже образовалась вот такая дырочка румяна прекрасно смотрится под пудрой это средство два в одном то есть можно наносить его и на щечки и на губы и кстати вот эти румяна вот эти chicken blush можно наносить уже и на пудру потому что они легко очень растушевывается у меня закончился вот такой консилер от визе это та же фирма что и румяна которым сейчас показала консилер средней плотности покрытия он не почекает умические складочки морщинки и прочим хорошо ухаживает за глазами консилер мне очень понравился никаких минусов купила вот такой консилер решила его показать вам в этом видео но покажу еще раз покупках и все подробно расскажу консилер выглядит таким образом хотя я бы сказала что даже не консилер хайлайтера подсвечивающее средство кисть для нанесения самого средства и сама средства здесь расположена и кисть для растушевывания для распределения консилера мне так понравилось есть еще также сменный блок просто продается именно консилер я пока купила с кистью но вот можно приобрести сменный блок для того чтобы постоянно не тратиться на кисть вот так откручивается представляете так прикольно мне привлек именно дизайн именно эта функциональность я сразу подумал как это интересно вообще я думаю то что это кисть ну ладно я вам расскажу это в следующем видео то и всем рассказываю об этот консилер а в покупках что я буду говорить и средства для бровей первое средство это такой вот лайнер от канейба медиа от канейба медиа я вам показывал вначале вот эти помады и вот такой вот плане который мне тоже очень нравится он тонкую линию рисует и не видно получается тень от волосков натурально смотрится деликатно наносится с лайнером легко нарисовать себе брови и это будет выглядеть натурально единственное что он даже еще не закончившись он стал хуже рисовать из-за того что на вот этот кончик начала набираться тональная основа то есть я нанесла тональную основу начинаю рисовать по этой тональной основе она собирается на кончике кисти поэтому сама линия начала получаться толще чем самом начале при покупке но тем не менее мне очень понравился этот лайнер тушь для бровей тушь мне не подходит просто по оттенку я дам ее тому человеку которому этот оттенок подойдет сама кисть мне нравится конечно есть здесь излишки их можно убрать но нанесение то как выглядит этот гель как он фиксирует мне нравится уплотняет волоски то есть волоски и фиксируются они меняют оттенок и они становятся толще какое-то время я комбинировала это эту тушь с тушью темнее и очень получался красивый эффект как будто выгоревшие брови и они прекрасно гармонировали с волосами то есть это смотрелся очень естественно ну конечно устаешь от таких манипуляций и я просто тебе пользуюсь тушью которая мне подходит лайнер у меня заканчивается уже love liner liquid вот так он выглядит можно его встряхнуть для того чтобы продукт поступил очень хорошо на кисть кисть рисует очень тонкую линию очень хорошо держится средство в течение всего дня не смазывается и легко смывается при этом колпачок здесь двойной поэтому кисть плотно закрыта и лайнер не высыхает проблема у меня была с японскими лайнерами то что до их окончания у меня уже он подсыхал кисть подсыхала с этим лайнером такого не происходило здесь очень хорошо закрывается кисть герметично вот такие у меня были пустые баночки японской декоративной косметики надеюсь это видео вам понравилось надеюсь я вас как-то развлекла летнего настроения пока